господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 338 события дня как эпиграф прочитайте сами сколько таких врагов которые любят мир это враги божии и что интересно у православных это понимается поэтому а наши стояли жили как они бедно как ануфрии совершенно не одеты марк пращевский вот прям по рассказывается там 70 лет не видел лица человеческого жил со зверями ну какая одежда ну как какая у яна подчеркивается у меня увидит там заплата аж умирают ой у него заплата он пиарится он там это что-то но маленько только взгляни сам на себя то одевающиеся в мягкие одежды где они находятся в царских палатах еще по царя подделать и играть я на одежду не потратил за последние 10 лет не рубля не рубля вот и весь ответ почему мало мало но господь смотрит как ты этим малым распорядишься по полной программе или нет когда я вел занятия в разных университетах я везде подчеркивал золотое время какая свобода и вот сейчас везде со всех сторон обжимает этот яровой пакет целый душит мы воспользуемся по полной программе когда можно было всюду и везде когда я говорю ну чтоб как-то ну меньше все а вы о себе говорите еще же я тебе-то буду говорить я говорю что ропщики на меня заходят и говорят я вот сижу дома одна болею никого нету почему верующие не посещаете вы сами церковь ходите ну раньше ходила то есть робот я отвечаю я пенсионер 77 лет ну не 50 лет а как ваш график идет я повторяю мы всегда встаем воскресенье праздник в лагере когда обслуга в 4 40 а почему не знаю я просто вот просто на молитве понял 4 40 и все меня спрашивают почему не в 5 не в 6 не знаю повторяю не знаю но тогда сделайте так не получится я узнал что мать тереза и все ее сотни тысяч послушать вставали 4 40 потом еще нахожусь вставали в 4 40 а что означает никто не говорит и я не знаю что то это значит может кто знает подскажет я не два года 4 40 стою раньше раньше вставал я сбавил там в 4 вставал я сбавил тогда в тюрьме я вставал всегда в 4 часа минута в минуту лампочка все время светит времени у одного часов нету никто и а подъем 6 меня на молитву бог поднимает вот где ответ я ищу здесь вот вот пенсионер а чем вы занимаетесь я целый день мыхаюсь не знаю телевизор уже надоело голова трещит как бабка одна раньше там ремонтная мастерская подошла сестра там вышла наша она стоит ругается саночки и что-то у нее да я его паразита башку ему расшибу да я его я говорю баба ты на кого ругаешься то так да на кого телевизор только отремонтировали я думаю ты старик а так костеришь то нет телевизор у ней не работает а без него то нет ничего пустота на у вас отнять но его не было я тоже был заняты у меня телевизора не было ни одного дня его не было в интернете я нахожусь не из-за любопытства дать свое и сейчас я покажу как это делается вот эпиграф сколько раз объясняли за 14 ноября 2016 года и вот еще четыре места писания говорящие о том что не надо любить мир и почему мир нас не любит он нам слово передал свое затормозите себя столкните идиостом и прочитайте дальше вот наш ролик повторяю как делать нужно control нажать control а потом держать его так и курсор навести и сразу откроется где это есть это посвящается всем ушедшим из православной церкви но вчера я увидел и взял это у сергея козлова парализованного слава божию ролики выставил наши беседы с ним посмотрите путь благовестника и наша вера православия нажмите только и туда я не перетаскиваю просто ссылку на него делаю это полезно будет участие об этом говорил только что у меня тут снимает кто неинтересно люди при съемке глазами никуда не поворачиваю тут кнется в одно место фронтовые операторы их там 280 кажется было в россии у гитлера было чуть не в 10 раз больше цена кадра какая каждый второй был ранен и каждый четвертый убит и вот здесь нажмите контур на ведите курсоры книги очень поучительный ролик там очевидцы которые сами работали операторами на фронте шея главное это допустим ночью как снимать пурга пальцы мерзнут аппаратура огромная и они работают посланы туда притом сами вызвались если нет на это таланта это не будет они в атаку поднимаются голову нельзя высунуть из окопа а я должен первый туда вылезти не оружие ничего нету чтобы снимать как бегут на спины бегущих то только на самом деле и вот говорит снимешь опять не так снимать что снимать раненых больных а ты убери камеру у нас позор армия отступает а ты снимаешь все надо показывать агитационные ролики делали у гитлера ну как у царей бывает как царю николаев такую сводку показали все порядок порядок пока не свергли он должен знать все видеть видеть как он брежнев показывает один раз он решился остановиться колом магазина зашел какую колбасу продают охранники рядом и дома то колбасу щит не подавился жует шакуров играет вообще вот и все надо идти он постоянно свободное время такой-то такой-то царь поднимался и ходил в народе ходил смотрел слушал что говорят тут показывает у мусульман сейчас фильм такой идет их там руководитель также делал юрий соболев пишет радуюсь такому единомыслию игнатий тихонович а какому единомыслию материал там один бросили нам но воина и оценевский и он говорит причащается несколько раз в год а при счастье я сразу это выделил для себя нигде нету что каждый день там или в неделю каждый раз несколько четыре раза в году причащались и он пишет и я сразу заметил а я говорю у меня такие же мысли были сейчас просмотрел новый выпуск где вы просматриваете страницу вконтакте бывшего у вас ранее епископа евтихия у него действительно хорошие проповеди иногда слушай без велеречивой архиерейской напыщенности все по делу спокойно назидательно у нас приезжал тогда гедеон архиепископ да кукин боголюбивая алтайская паства боголюбивая откуда ты узнаешь боголюбивая это люди бога не знают платочки покидает чтобы наступил когда выходит и теперь хранят как реликвию утирается и это хорошо что почитают архиереи но только внешнее все а у меня знакомые близкие работали в епархии в новосибирск это я иногда заглядывал туда игры у меня тут сегодня искушение какой архиерей такой недовольны я говорю а что случилось договорить неудобно ну скажите что такое архиерей горит вино там где-то в авоське или как за окно там чтобы она прохладное было ли что-то семинаристы утащили выпили искушение то какое вчера горит целую машину вывезли пустых бутылок ящики машину сепархии искушение жанна ермакова я не боюсь ее назвать видно что она смелая такая вот она пишет спасибо за ответ игнать тихонов вчера считала ваш сайт про епископа евтихия вот тоже мы тоже очень огорчились что он ушел в московскую патриархию я его знаю скажу вам что сейчас он считает евангелий на литургию по-русски не знаю как вам но священник рпцз сказал что не положено мне не нравится как писал тут один георгиевский шаркасов писатель и он говорит непонятно как братья лапкину уломали епископа и психи он был против русского языка на них на нападал сильно теперь сам переводит говорит каноны и считает по-русски а священники сидят на скамейке и не участвует с ним он один считает и молится до того удивительно это раньше время было он погиб так его родной брат отец михаил курочкин крестил моих детей погружением как положено откуда он знал-то отец михаил положено все время приезжал приезжал вот интересно вот если что-то не по евангелию человек это будет выходить я не знаю как он отец михаил он молчу такой совершенно неречистый я ему говорю отец михаил это родной брат его ты сколько раз нашему отцу и акиму приезжаешь потеряевку дочери его в лагере были и ни одного вопроса не задаешь а чего задавать я говорю а вот приезжал игумен отец кирилл сахаров московского патриархата на берсеневке метров 200 от храма христа спасителя он там на этой стороне канала я говорю он с утра до ночи до потемок все время на магнитопон записывает у него кассета эти и кассетные или пишет рукой ну как бы на это можно отреагировать что югумен который ездит по всему свету член союза писателей у него настоящая община все постаробрячески ведет вот это самый правильный путь и он записывает он такой интересный ничего не скрывает я ему еще сказал чете как беременная баба я группу зато такое и он все это в книге своей напечатал но я засмеялся сказал это у меня аналойщик крест у вас не висит а лежит на животе по ноге и лежат прямо что то он что бы ему не сказал он обязательно это все сохранит и ну хорошим и он что мне выдал ответ смотри жид уже и сюда пробрался недовольство определенным народом он сразу на человека переложить да хороший отец михаил то но вывод сделал абсолютно не тот он жид ладно жид почему он анонсу карман он не сахаров но если он сухарман не сахаров тогда что значит он плохо все делает он хорошо делает он интересный такой вот я говорю к тому как надо и он этот отец михаил погиб в автокатастрофе 1 мая 15 года тоже перешел в мп но сейчас сослужил у себя дома вот и которые были против московской патриархии они первые туда пересегнули против нас за это преследовали а мы и те годы гава общались были они у нас ну понимаете как вот а мы как стояли и стоим прямо насчет книг я могу выставить вам деньги за почтовые расходы и за книгу к истинному православию очень бы хотелось иметь ее в печатном виде держать в руках возможно ли вам выставить и по почте если нет конечно жаль но я понимаю вы человек занятой простите спасибо вам огромное за ваш труд во имя господа иисуса христа я сама пришла в православие из евангельской секты вот как секта она не может быть евангельской это название одно из евангельской в кавычки надо брать если она секта какая же она евангельская через отца михаила мы очень его любили еще раз спасибо крепкого здоровья многое многое лета а многое многое я отвечаю тут суть далеко даже не в цене и не в деньгах за пересылку об отправке сам-то я не хожу на главпочтам на главпочтам идти ехать туда нужно послать кого-то из помощников там занимают очередь и стоят долго заполняют бланки обычно мы не посылаем по одной книге или часть то есть книги 38 или все или на несколько человек одну и ту же книгу в нескольких экземплярах в пакете несколько книг пакет для нескольких книг не для одной а ради одной книги стоять в очереди терять столько времени просто нецелесообразно даже если и даром кому бы послали может быть тут будет кто-то из ваших краев тогда и речи не будет такой или нужно ждать когда будут посылать и другим книги тогда можно прицепиться к ним и одновременно отправить другим когда идут посылают ну тогда и эту можно идти-то но мне бы найти надо людей которые тоже желают книгу получить я говорю искать ничего не нужно дайте точный адрес с индексом и телефон книги книга стоит 500 и пересылка около 300 вот я почему это читаю чтобы другие знали которые желают книги получить так и нашел кто тут задает вопрос и доступ кажется и говорит где в ваших книгах написано ваша беседа с архимандритом ангросием юрасовым ну книг то не одна у меня 41 41 30 из них в печатном варианте в книжном вышедшие каждая книга 752 страницы это мне утром подкинули но я встаю три часа положусь пораньше чем братья наши а они в 4 40 и в это время я начинаю искать это невозможно возможно я нашел все а как у меня сорок одна книга в два файла с 1 по 17 тома я соединил в одну ленту но и с 18 до 41 тома а это уже легче если кто желает поиск какой делать нужно нажать контр и h h русская р р одновременно нажать и выкачет рамка с двумя с двумя строчками заменить но я знаю книга это сказать система то она не понимает что я хочу но мне надо узнать как часто встречается слова юрасов я называю там написано первое такое то слово юрасов я ставлю заменить на что а я пишу юрасов но я расставлю раса все получится ничего не получится но она выкинет сколько раз она заменила эта машина а потом я заряжаю второй файл начиная с 18 и вот сегодня за утро я посчитал 93 раза в моих книгах встречается фамилия юрасова иногда в россии еще не зарядил то есть больше то есть я ему отдал много времени тщательно разбирая его книги и вот что получается здесь вопросы какие это 1340 1400 не на где это в четвертом томе открытым оком все вот дальше вопрос ты да еще нажал 1300 486 где это находится в двадцать втором томе и всего девяносто три раза вы ему задали вопрос приходилось ли вам видеть как в монастыре воспитывает такое послушание что все сделают не обижаются я подробно отвечаю я вам посвятил мы беседуем за столом он приезжал не один раз сюда в лагерь приезжал интересно вот в лагерь приезжает уезжает даже батюшки не заедет а приезжает ночует все и он торопится как интересно играют дети мы тщательно убираем все стеколки там где-то какая-то проволочка а тут с лагеря уезжать и в двух местах колеса проткнутые гвоздь попал как откуда гвоздь и 2 это же не знаю просто так потом спросил батюшка заехали прощались нет и как будто господь его останавливал вот я поясняю чтобы быстро открыть данный видеоролик нужно нажать контур в нижнем левом углу клавиатуры вот нижнем вот внизу и влево вот это самый угловой и одновременно нажать курсором указаны здесь номер видеоролика он точно же должен бы открыться смотреть нужно не пропуская ни единого кадра с этого номер 25 посмотрите какие тайны мирового порядка часть 5 25 за белым кроликом называется алиса в стране чудес оттуда взята начинается сразу с матрицы советую всем посмотреть дальше по слову божию там будет меня не раз просили разбирать матрицу после дивергенда я разобрал один фильм понравилось играть вы разберете аграды и кураев уже и за разобрал но смотрите 26 по себе запишите вот это сохраните это многосерийный такой вот смотрите сколько иллюминанты про масонов а я промасонская тем по масонской теме студии был я 14 лет отдал этой теме тогда исследовал всю литературу какая была до революции заграничная в советское время и зарубежье 14 лет набирал материалы выпустил пленки мне сказали меня судили за них обвинение ставили что вас осталось только м1 м5 это пять пленок масон 115 только интервью антихриста взять вот смотрите сколько это вчера я узнавал как называется где и где только нажмите control сразу откроется это вам намного хватит очень поучительная тематика очень для себя возьмите это вот смотрите сколько вчера пенсионер время начал чего как пенсионеров время правильно использовать быть полезным кому-то дальше это все вчера за день я набрал это надо скопировать сюда название потом где ролики есть она маленьким цифрами умножить надо ну и все проще вот сколько я сегодня посмотрел мыс я встаю в 3 часа пока встают я уже маленько разбазарил куда какие там ролики что особенно в моем мире вчера почему-то перестали перетягиваться с этой с нашего видеоканала я переношу все на свои на свою страничку и идет и все ночью вдруг открылась опять то ли он был какой-то или что-то и вот сегодня встали вот я покажу как мы встают 440 в 440 встали в 512 это у меня что 512 это у нас молитва утренняя закончилась дальше эту печку затопляю володя считает 12 до 37 минут еще 37 минут 6 закончили вот вот уже распорядок дальше дальше записываем этот отчет за события дня почти сейчас уходит иногда куда время идет вот у меня за два дня погибло четыре голубенка я принести должен был от холода позднее в старости жениться значит как у абдулова дочка остается одна но и такие есть не вовремя там как у чарли чаплина он уже не женить не воспитать не может это тоже риск очень большой в позднем возрасте жениться слава иисусу христу старшая сестра проверяет как у нас дела договорят за секунды 5 секунд не включается телефон и поэтому бесплатно мы воспользуемся ничего не то есть то что они заложили в него мы этим пользуемся вот когда я рассказываю вот надо пойти посмотреть накормить забрать принести разморозить перетеребить куда убрать перо разделить кошкам время идет до время но время главное не здесь я много времени провожу здесь раньше барфлот было мф а сейчас молитва форум мф осталось и вот молитва пенсионерам всем говорю достаньте щетки три святое считайте 100 поклонов своими словами на это уходит семь минут не менее десяти раз в день считай час не считай утренний вечерний еще выходит 20 тысячи поклонов в день это пенсионер я пенсионер на работе когда-то может не успеешь представьте себя размышления это все на молитве на молитве время идет вот другой раз уже близко к вечеру воскресенье посмотрю за кого у меня кормушка отдельно куски мяса висят на ветках везде для жуланов для птиц для воробьев все насыпано а я не сделал скорее собираюсь на улицу и бегом накормить их то есть ответственность а так что они без вас сдохну да может и так быть на улице собакам успеть отнести чужие собаки то есть это самое маленькое такое где-то и ты время твое уходит приходят газеты надо ответить вопросы ответы я не чувствую что я на пенсии благодарю бога что есть такая возможность как правило людей пенсионеров мучает одиночество одни я где дети до разъехались все болею вот мы когда ходили по домам раздавали баба а ну-ка сейчас же встать с постели ты на двор то ходила сегодня ходила ну ходила так и могла и сидеть почему храм не пошла вот не могу сын так ты сына учила что верующий был не да он пьяница вот ты его таким взяла в тебе утробе 9 месяцев ты пела песни божественной в это время слышал он нет дочь вышла замуж уехала за границу одна лежит тебя ты знаешь кто руководитель здесь а кто путин владимир владимирович пенсию бы нам повысили зачем тебе пенсия то ты лежишь встать помолись за него я говорю он поехал за границу там на них покушение может быть это показывали когда вырывается люди все я вижу зашевелилась моя бабка поднимается другой захожу заболею денег нет на лекарства какие лекарства тебе сколько тебе лет да уже на пенсии видно не такая старая то лежит я ни одной таблетки говорю не съел за жизнь тоже что-то болит свербит в одном месте бабка так я вспоминаю не раз видно древняя так и счета там делает ходит я греба во сколько вам лет а тебе сколько я сказал это ты сопляк еще баба как я рад а я думал что мне уже достаточно времени уже живу сопляк так это я маленький совсем я засмеялся и она заулыбалась вот и все слово сопляк оно нас как то слово даже сблизило я говорю для своих ровесников пенсионеров с кем встречаюсь первый вопрос а чем болеешь встретиться сколько пенсии и все одиноки почти все не кошки не собаки не детей я окружен детьми сыновья дети где дочери рядом животное птицы люди спрашивают вопросы наполнится свою жизнь и час на дневную молитву час не меньше уйдет и это каждый день без пропуска без пропуска кроме воскресенья воскресенье службу храме придешь что-то некогда и но все равно несколько раз братья ушли на благовестия я молюсь здесь уехали другие места села я дома поддержка идет я просто делюсь этим тут хвалить это нечем хвалить моим господом что дает такое разумение вот здесь приходите здесь много роликов выставляем на этой неделе мой мой мир это лучший ресурс как я его считаю вот сколько здесь у нас тут смотрите сейчас даже могу записать у нас здесь видео 4748 748 видео 20 тысяч пятьсот пятьдесят пять фотографий вот покажи где друзья у меня четыре тысячи шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать я вот утром стою день рождения всем до единого кто в этот день день рождения я посылаю свое сообщение что праздновать этот день нужно как никаких подарков не делать поблагодарить бога канон ангелу хранителю сходить в храм если можешь причаститься это пятый раз в году четыре поста четыре причастия и на день ангела можно так называется день ангела я попутно все говорю вот наш православный форум очень большой там я на четыре тысячи шестьсот и всех я за год поздравляю как бы али дня рождения и высылаю материалы своих ресурсов и вот здесь 1603 темы темы огромные заходите на наш православный форум у нас не запрещено звать приглашать запрещено в общем звать приглашать это запрещено у нас мы можем сказать где мы находимся что и не более того кто просится тому разрешить можем дальше видеоканал вот виде канал у нас тоже большой ресурсы лично наших роликов здесь пять тысяч восемьсот с чем-то не знаю даже еще не смотрел вот сегодня я выставил сколько два часа назад тут 45 минут 45 просмотров 30 61 73 ну за сколько за два 673 немного но посещают мы самый главный ресурс у нас это православный библейский сайт во свете библии даже гимн составили вот я даже сказал вот попросили найти где мы с юрасовым беседуем ну где найдешься вот заранее надо было все слепить составить знать как зарядить и он спросил на только делов но я ему уже ответил в каком томе а там только откроешь в оглавлении уже откроешь какая страница это все время 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 твое единственное тебе отпущено говоря для другого ответ не два не три вопроса мне за за один день приходит я захотел задать вопрос которые слушают кто держит дома или возможность имеет к сочинениям владимир реча ленина что интересно сочинения у иоанна златоуста творения вот какая разница называется книга творения святого отца нашего иоанна златоустого я с реверации начинал каждую пленку когда начитывал каждую дорожку кто слушал знает как там мне нужно было это потому что у нас была одна там парторг на работе я не знаю уже начиналась перестройка уже такой ветерок дул вот при горбачо и михаил сергеевич это и она принесла полная там сколько у него там в 55 и кому надо никто не берет и коммунисты на работе еще к партии были начальник никто не берет и она мимо и идет и спрашивает а вам не надо труды и ленина я хорошо то труды это что-то новое вышло но вот да я говорю нет трудов и сочинение сочинял сидел выдумывал сочинение на тему какую-то там ну мало ли еще мюнхаузен мечтатель кремлевский так а вам чего надо я говорю да я возьму на то я хотела макулатуру отвезти сдать партийная макулатуру вот это здорово дальше то все сожгли библиотека ладно я на работу я до этого занимался и на работу 12 его томика беру считаю я сейчас не могу найти то есть они не ищу где он сказал такое радость наша а трудовых успехов в каком томе найдите мне страницу одно выражение второе что такое политика умение управлять государством вот найдите мне две вот эти фразы в каком томе кто знает его может меня слушают люди которые имеют отношения бывшие старые коммунисты мне просто необходимо ссылку сделать говорил он так я считал я его конспектировал но надо мы конечно верующие потрогали что вы совсем уже как марксист ленинист стали нет нисколько мне хотелось знать этого человека когда с кем как он с василием там каким-то обыкновенный человек спорил спорила надежда крупская пришел говорит домой он язык черный был я такого не слыхал вот молотил молотил язык черный был и спорил то с каким-то василием там кочегар там или кто-то все спорил с плехановым поспорил тогда вопрос другой был вот вчерашний за отчет или события вчерашнего дня вот это то что ко мне здесь приходят а так события то какие у пенсионера сижу дома занимаюсь вовремя встал вовремя спать лег поел благодарю бога спаси христос христос